Добрый день, друзья! Многие профессии за время их существования обрастают мифами и легендами, но самые интересные байки всегда о полиции. Что является правдой, что нет, будем разбираться в нашей программе «Полицейские с Петровки» вместе с начальником прислужбы столичного МВД Владимиром Бассениным. Владимир, здравствуйте! Здравствуйте! Нам пишут о том, что в последнее время в Москве довольно часто видят закладчиков. Что с ними делать? Задам вопрос на вопрос. Наркотики надо употреблять? Нет, конечно. Конечно же нет. Мы прекрасно понимаем, что закладчики – это люди, которые распространяют наркотики для того, чтобы кто-то их употреблял и фактически губил свою жизнь. Это сторона, когда фактически жизнь человека, она идет под откос и в дальнейшем она ни к чему хорошему не приводит. Наркозависимость – это, как правило, развитие заболеваний и прекращение как такового индивида, то есть его существования. Ну вот если я это увижу на улице, не пойду же я в атаку? Конечно же нет. Конечно же нет. Телефон 102, сотового, всегда набирайте. Полицейские такие факты фиксируют. Мы выезжаем, смотрим, проверяем. И поверьте, что мы таких лиц задерживаем очень часто. Вы правильно сказали, что действительно их стало больше. Если брать 2023 год, то у нас возросло количество преступлений, именно наркопреступлений. Только за 2023 год их на территории столицы зарегистрировано 12 тысяч. Рост произошел по понятным причинам. Если сидеть в кабинете и не выходить никуда, то наркопреступления не зарегистрируются. Сотрудники еще активнее стали выявлять и пресекать такие факты. Конечно же нам интересно не просто задержать закладчик, а установить, где он взял весь объем полностью, кто привез этот объем и установить всю цепочку. Если брать вообще эту ситуацию, мы прекрасно понимаем, что распространение идет через сеть интернет. Этот способ существует несколько лет. Он существует для того, чтобы сама цепочка друг друга прежде всего не знала, для того, чтобы усложнить полицейским выявление таких людей всей цепочки и ее привлечение к ответственности. Так вот, уже несколько лет у нас работает подразделение, которое занимается именно выявлением наркопреступлений в сфере информационной технологии. Это люди, имеющие специальное образование, которые знают, где выявлять такие факты, как их фиксировать, как доказывать. 95 наркогруппировок за прошлый год на территории столицы было выявлено и привлечено к уголовной ответственности. Группировками это подразумевается вся банда или только из-за части? Это группа лиц, та группа лиц, которую нам удалось установить. Как правило, мы стараемся и устанавливаем всю, полностью цепочку, начиная от закладчика и заканчивая поставщиком. То есть здесь это кропотливая большая работа, которая в круглосуточном режиме ведется. 95 наркогруппировок было привлечено к ответственности за прошлый год. Есть ли говорить про количество осужденных за 2023 год? Просто представьте себе эту цифру. 4800 человек. 4800 человек получили сроки лишения свободы за наркопреступление. Если открыть уголовный кодекс, то вы сразу же увидите отношение законодателя к этой проблеме. Вообще за распространение наркотиков, за их так называемый незаконный оборот можно получить до 20 лет лишения свободы. Многие же как думают? Возьму коробок, перенесу с одного места в другое. В законе не написано, насколько надо перенести коробок. Перемещение его с одного места на другое, это уже будет уголовным наказуемым деянием. Поэтому те закладчики, которые нами задерживаются, мы начинаем разговаривать, и они этого не понимают. Я говорю, вы понимаете, что перемещение из одного подъезда в другой или в соседний дом, это в любом случае будет уголовным наказуемым деянием. И сроки за это очень большие. Практика судебная на сегодняшний момент такая, что люди действительно получают по 10 лет распространения наркотиков, по 15. Если совершенные в составе группы лиц в особо крупном размере, то еще раз говорю, до 20 лет. Мы же сейчас говорим не про административный штраф. То есть очень серьезная ответственность предусмотрена в уголовном кодексе. Поэтому и работа, соответственно, ведется постоянно. Если вы видите закладчика, никогда не сомневайтесь, обязательно наберите 102 и сообщите. Поверьте, что такая информация нами аккумулируется, она обобщается. Мы понимаем районы притяжения. Соответственно, мы понимаем концентрацию людей, которые употребляют наркотики. Ну, по районам и, скажем так, по микрорайонам, где нам потом становится уже проще работать. Поэтому, если вы смотрите со стороны, наблюдайте за этим. Но это, наверное, надо сообщить, а не просто стоять и смотреть. Если мы говорим про группу людей, которые, скажем так, обращаются к закладчикам или которые производят заказы. Вот скажите, можно ли сказать о том, что это преступление помолодело или наоборот? Конечно, это преступление помолодело. Еще раз напомню, что оно сейчас в основном стало совершаться через сети интернет. Да, с использованием различных сервисов, в том числе и сервисов вскрытия, которые используются на мобильных устройствах. Но сотрудники, которые работают с этим направлением, а именно в нашем подразделении управления наркоконтролем, они четко понимают и знают все эти алгоритмы. То есть мы не только знаем, но еще и применяем способы противодействия и установления лиц, которые пользуются такими, совершают такие преступления. А если все-таки говорить про какие-то более мягкие наказания, не знаю, для человека, который оступился разово или который по дурости решил попробовать? Существует ли административная ответственность? Разово и по дурости это такие больше понятия обывательские, они не относятся к составлению юридических моментов. Вообще уголовный кодекс предусматривает ряд послаблений лицам, которые совершили преступление в первый раз. Но вся эта история, она всегда рассматривается именно в рамках судебного процесса, в рамках расследования, когда уже человек задержан, когда он доставлен, дело уголовное возбуждено. Понятно, что там есть и особый порядок рассмотрения уголовных дел, и изучается вес, который изъят у человека. Мы же, как правило, человека, если задерживаем, мы же не ограничиваемся этим, мы же проходим с обыском к нему домой. И поверьте, что в основная масса закладчиков как раз и показывает то, что если он задержан, то последующие обыски в местах, где он проживает, в местах возможного хранения наркотиков, доказывают то, что он не разово как-то это сделал, а у него хранится там несколько килограмм. Мы постоянно об этом рассказываем на наших ресурсах, на ведомственных от лица московской полиции. Я считаю, что это одна из основных обязанностей рассказывать гражданам о том, как пресекаются эти факты, чтобы они четко понимали, прежде всего, опасность и ответственность. Какие профилактические меры принимаются сотрудниками МВД для того, чтобы по большей степени пресекать эти правонарушения? Давайте разделим на два блока, они на три. Они наиболее характерны для понимания. Прежде всего, это образовательные учреждения, где наши дети. Я до сих пор помню, как ко мне в школу приходил сотрудник наркоконтроля и такой в гражданке мужик был с татуировками, с пистолетом и показывал нам, как выглядят в коробке наркотические средства. Я рассказывал, что за это бывает, к чему они приводят. И поверьте, я уже на протяжении больше, чем 20 лет, я это помню. То есть работа в школах, прежде всего, это воспитание поколения. Именно вот там начинается основа. Понятно, что мы работаем в вузах, а также общаемся, рассказываем. Мы не забываем те площадки, где собирается молодежь. Это, конечно же, дискотеки. Только за прошлый год мы больше 400 раз выезжали на такие площадки. Мы заезжаем туда, где проводятся какие-то увеселительные мероприятия, смотрим людей, если у кого-то есть, изымаем, доставляем, привлекаем к ответственности. Вы, наверное, хорошо знаете акцию, которая называется «Сообщи, где торгуют смертью». Она уже стала известна всем. Она проводится несколько раз в год. И люди, когда видят специально выделенные телефоны, тоже набирают, сообщают, что сосед употребляет, что где-то, допустим, личности подозрительные. Вот такие истории всегда приносят результаты. Конечно, идет и социальная реклама, и ролики, снимаемые фильмы. Все это размещаем на сайте. Но больше действенно всегда в живой разговор, когда ты человеку объясняешь, какие последствия от употребления наркотиков. Особенно систематическое, когда это не разовая какая-то история, то люди начинают по-другому думать. Но ведь стоит один раз попробовать, и это уже начнется превратиться в систему. Вот вы сейчас сказали про соседей. То есть если, допустим, подразумевают о том, что соседи наркоманы, нужно звонить? Нужно звонить всегда, когда вы понимаете, что рядом с вами живут люди, которые приносят вред в обществу, которые могут быть опасны. Нужно сообщать всегда. Здесь нет ограничений. Вы поймите, что круглосуточно полиция работает для того, чтобы человек, житель нашего государства, житель города Москвы, мог всегда обратиться за помощью и сообщить. Либо помочь нам. Ведь когда он знает и передает нам информацию, он помогает сделать, чище свой подъезд, чище свой двор. И поверьте, что если мы действительно там обнаруживаем какие-то запрещенные средства, начиная от наркотиков, заканчивая оружием, то значит кто-то не пострадает от этого. Изъяв килограмм, мы фактически остановили распространение тысяч доз среди молодежи. Поэтому чем больше мы изымем, тем здоровее будет поколение. Только за прошлый год московскими полицейскими изъято официально больше двух тонн наркотических средств. Это две тысячи килограмм. Это огромный объем наркотических средств, которые не попали, скажем так, прямому потребителю. Это когда мы успели и смогли поставить вот этот заслон для нашей молодежи. Поэтому я считаю, что чем больше мы будем выявлять и пресекать, тем будет лучше. Спасибо большое за развернутые ответы. Я напоминаю, что у нас в гостях был сегодня начальник пресс-службы столичной МВД Владимир Васенин. Если вдруг у вас есть вопросы или легенды, обязательно пишите под этим видео. Обсудим в следующий раз. До новых встреч!